Ну, короче, настал день испытаний на дороге. Начинаем мы второй выпуск подготовки нашего гироскутера с того, что у меня в руках есть несколько круглых креплений, с помощью которого мы будем крепить гироскутер к нашей раме. Но сейчас нужно определиться с нашим диаметром, потому что, честно, фиг знает, какой здесь диаметр. Ну, типа вот такой. Попробуем первый вариант. Идея, собственно говоря, в чем? Мы берем вот такой хомут с резинкой, и здесь у нас есть отверстие для болта, собственно говоря, которое мы будем прикреплять к раме. И таким образом гироскутер у нас будет свободно поворачивать, и можно будет кататься. Но вот этот диаметр определенно маленький, то есть его не хватает. Поэтому мы взяли еще один побольше. Единственное, когда мы спрашивали на стройрынке, мы подходили и спрашивали штуку, которая могла бы делать вот так. И нам спрашивали, зачем? Ну, нам было стыдно сказать, что мы собираем тележку для гироскутера. Поэтому просто говорили, ну, просто круглую штуку не важно, просто зачем? Вот, кстати, вот это подходит более-менее, но слишком сильно люфтит. То есть она, вот, она слишком сильно болтается, нам это не подходит. То есть даже если сильно затянуть на максимум, вот. Ну, все равно такое не очень-то удобно. Есть еще один вариант, вот такой железный хомут. Самый, самый лютый. Но нам сказали, что затягивать его прям очень тяжело будет. Так, он разжимается. И момент истины. Опа. И, о, вот, он прям четко входит. Единственное, только теперь надо приложить усилие, чтобы его здесь можно было затянуть. Неужели нам не хватит одного миллиметра? Ну, это прям идеально, то есть он прям туго-туго сидит. Это то, что нужно. Кажется, туго. Ну, он точно встанет, я уверен. Короче, совместными усилиями смогли мы все-таки эту штуку закрутить. Немножко тут ее подогнули. Но теперь есть следующая проблема. Мы не продумали, как это будет крепиться к нашей раме. Ты понимаешь, что откровенно это какая-то хуйня? Ну, я понимаю, что откровенно все это затея полная фигня. То есть мы решили с нуля сварить раму, заморочиться. А вот тут ты сейчас на бантик привязываешь гироскутер ремнем к железке. Тут чуть-чуть лишнего осталось. Ну, короче, нормально. Это как минимум непрофессионально вообще. Все нормально. Оп. Оп. Выглядит, конечно, просто отвратительно. Но, тем не менее, это работает. Что удивительно. И вперед только. Как поворачивать? Я не понимаю, она поворачивает только в одну сторону. Короче, это все еще нужно дорабатывать. Короче, от этого хомута мы избавляемся, потому что он нам точно не подходит. Идея с ремнем тоже фиговая, потому что нужно более жестко все это дело закреплять. Я все-таки хочу взять хомут, который немного меньше, чем нужно, и посадить его на вот такой длинный болт, чтобы его можно было отрегулировать то, насколько плотно он все это дело будет держать. То есть это уже фактически готовый крепеж, что даже есть вот отверстие, когда мы венчим вот такой вот болт. И дальше мы сейчас просто проделываем вот здесь дырку, и сверху вот таким образом это все дело закрепим. То есть, ну, это максимально простое крепление. Ну, а если у вас нет возможности самим собрать такую конструкцию, как у нас, то скачивайте Crossout. Брутальный онлайн-экшен, где ты сам можешь собрать свой эпический драндулет и примкнуть к одной из пяти фракций. Да, в Crossout ты сам можешь собрать себе любой транспорт из сотен доступных деталей. Включай фантазию и придумай самую дикую дичь, которую только можно придумать. В твоем распоряжении дробовики, пулеметы, ракетницы, летающие дроны, бензопилы и прочие орудия, пригодные для превращения техники противника в металловом. Злобные мультиплеерные зарубы, миссии с огромными боссами-левиафанами и рейды за ресурсы для команд. Это будет быстро и угарно. А еще, прикинь, Crossout есть не только на PC, но еще и на PlayStation 4 и Xbox One. Качай игру совершенно бесплатно по ссылке в описании. Ну и остался у нас последний момент, нужен болт, на который мы заранее накрутим гайку, чтобы все это дело у нас подпиралось. Сейчас объясню почему. Так, мы ее докручиваем. Где-то вот так вот. Давай, должно хватить. Нет, чуть-чуть. Где-то вот на 100 к высоте у нас выступает наш болт и мы, собственно говоря, закручиваем его сюда в гироскуте. Поджимаем это дело все гайкой, чтобы у нас не было рычага. То есть, если бы у нас вот здесь, допустим, болт выступал бы сильнее, чем вот здесь, а у нас был бы рычаг, гироскута, когда врывался бы вперед, он мог бы погнуться. А так мы это все дело минимизировали и, в общем, наше жесткое крепление готово, можно проверять. Здравствуйте, преградки. И воп, все нормально, поворачивается влево-вправо, не очень жестко и... Ну, собственно говоря, база готова. Осталось только пришаманить сюда кресло, тоже на болты, и можно начинать делать обвес. Единственное, что нам нужно подумать, это в какой части нашей рамы мы размещаем кресло. Потому что мне кажется, точнее, раньше казалось, что если мы разместим его совсем сзади, то у нас центр тяжести будет смещен как бы ближе вот сюда, да емаю. Вот, то есть ближе вот сюда, и не может быть перевернулся. Но рама у нас настолько устойчивая, что, в принципе, его можно поставить реально сзади. Но получится таким образом управлять гироскутером. Навряд. Поэтому выбор у нас только один. Мы ставим кресло вперед. Собственно говоря, у нас тут уже будет ныне все под него размечено. Вот таким образом. И... У нас таким образом нагрузка на гироскутер получается чуть больше, потому что центр тяжести уже сместился сюда. Но зато таким образом им хотя бы можно управлять. Но этому еще нужно обучиться. Главное, это сейчас пришаманить к нашей раме игровое гоночное кресло. На болты прямо его прикрутить, чтобы не свалиться с него во время езды. Ну, а после этого уже можно начинать и задумываться о внешнем виде нашей тачки. Единственная проблема во время крепления кресла, это правильно разметить отверстия для крепежных болтов. Теперь чуть-чуть на меня. На меня. Так. Нет, приподними вверх. Куда? Чуть-чуть вот в эту сторону. Попало? Подожди. Крутится? Да. Что, реально попали? Сейчас второй болт вниз. Короче, мы немного промахнулись, и из-за этого один болт вообще не попал куда нужно. Пришлось немного расширять отверстие и заново вкорячивать кресло в нашу самодельную раму. Нашим техническим решением нету предела и креативу ей. Мы не могли закрутить болты снизу, просто не попадали, и решили вот таким образом перевернуть. Так должно быть проще. Но все равно попасть в резьбу кресла – это задача не из простых. Вот я даже так не могу попасть. Я не знаю. Это либо мы кривые, реально, либо просто кресло китайское настолько хреновое, что резьба идет не совсем по одной оси. Третьи попытки у нас получилось вкорячить в раму кресло, и теперь, наконец-то, у нас все, что нужно, жестко закреплено, и я надеюсь, что во время поездки у нас ничего не отвалится. Ну, я на это надеюсь. Короче, в итоге у нас получилось, что даже не те болты, которые мы купили на стройрынке, а болты от старой Мазды 20-летней давности встают сюда намного лучше, чем даже родные болты от кресла. Даже шайбочки, шайбочки. Даже с шайбами уже все здесь идеально. То есть у нас сейчас, получается, в конструкции даже есть детали от настоящей машины. Вот это круто. Притом от машины 20-летней давности. У нас, видите, сколько этих болтов еще. У нас, на самом деле, еще есть целая машина этих болтов. Если у нас будет каких-то деталей не хватать, мы просто из этой машины их достанем, и они перекочуют в итоге сюда. Как, например, вот эти фары. Мы думаем, вот эти фары тоже, на самом деле, можно будет сюда приколхозить. Как-нибудь. Но потом это решим, короче. Главная проблема, которую мы не могли решить, это газ. То есть назад ход был уверен из-за того, что центр масс как бы на гироскутер давит, и он может ехать назад. Но когда дальше вперед, ему просто не хватает массы, которая бы на него давила. И мы решили приделать сюда педали. Но не такие педали, как в автомобиле, а просто вот такие треугольники, приделанные на ремни. Вся эта штука очень-очень нестабильная. Но, тем не менее, я думаю, что для первых испытаний этого должно хватить. Итак, наше зажигание. Так, пока все работает, ставим газ и... Е-рог! Ну, что я могу сказать? Это работает? Не то, чтобы, знаете, как уверенно или маневренно, но я думаю, что со временем навык здесь точно можно наработать. Самое главное, что наши педали, они работают. Главная проблема, то, что неудобно, это поворачивать. То есть, то ли скорости не хватает, то ли угла поворота. То есть, вперед, на самом деле, ехать получается более-менее уверенно. Ну, скорость 10 км в час, он без масла. Ну, вот развернуться? Я не знаю, как развернуться. Ну, короче, педали точно надо менять, либо придумать, что-то кардинально новое. Так, попробуем разогнаться. Так, коробка в спорт, сидушка поудобнее, погнали. Однозначно на этой дороге был всего один столб. И я его словил. Если вам кажется, что это не травмоопасно, надо его выключить, чтобы он сейчас взорвется, блин. Это еще как травмоопасно. Но, скорость была неплохая. Видели, я проехал даже лежащий полицейский. Блин, это прикольно, надо это дело до всего дорабатывать. В общем, после этих испытаний у меня есть две эмоции. Во-первых, круто то, что у нас все работает, это все разгоняется, и наш прототип педали тоже рабочий, его нужно будет дорабатывать. Но второй момент, то, что в двух испытаниях из двух у нас были падения. При том, что первый упал я, я врезался в столб, я просто не мог контролировать, потому что у меня не было руля и не было тормозов. И второй раз у нас она просто перевернулась. Мы думали, как это вообще могло произойти, как на гироскутере с тележкой можно в принципе перевернуться. Но, как видите, на больших скоростях, я не знаю, сколько там было, километров, ну, 20-25, может быть, он разогнался. И просто его повело, он перевернулся, даже кровь до крови все разодрало. Короче, какой можно сделать вывод? Прототип рабочий, нужно поработать над техникой безопасности, нужно придумать тормоза, это просто обязательно, и додумать педали. И я думаю, что в следующий раз, когда мы уже это доделаем, мы начнем его обшивать. У нас уже есть небольшие заготовки по тому, как будет выглядеть кузов. И я теперь просто боюсь, что если мы перевернемся на нем, то весь кузов просто разлетится. Поэтому все эти моменты мы будем прорабатывать, чтобы все было четко, все было технично, чтобы в следующий раз уже нормально на дороге все это дело обкатать. И если вы, друзья, все это дело ждете, то обязательно лайкайте это видео, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, предлагайте какие-то решения, если вы знаете, что предложить. Мы обязательно все это дело прочитаем, может быть, учтем. И мы вместе с вами, я в это верю, но мы соберем машину из этого гироскутера. Меня зовут Тимур, и я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok